Вадим, прочитайте. Позвольте, пожалуйста, первый вопрос. Третья глава, 16-17 стих. Вопрос. В первоначальном контексте слово «Писание» относится лишь к Ветхому Завету? Да или нет? Значит, ложно. В первоначальном контексте слово «Писание» относится... В те времена ветхозаветные Писания называли Тора. Ну, Тора – это только закон. Там закон, Тонах, да. Тонах – закон, Писание. Так, и короки. И что? Ну, вот. Во времена Иисуса называли Писание «Тонах». Ну, да, такое Писание, он и говорит Писание. Ну, вот, когда Павел говорит Тимофею о том, что все Писание полезно, и перед этим он говорит о том, что он принял это Писание, каким образом, через кого, то есть какие люди имели важное значение в этом. его мама и бабушка. Бабушка, бабушка. Да. Приблагаю в том, что научено. В чем был научен Тимофей, поскольку его мама и бабушка были иудейками. Иудьянками. В Ветхом Завете. В Ветхом Завете, да. В Ветхом Завете, да, Новый Завет к тому времени еще не был написан, поэтому действительно в первоначальном контексте, как заформируется этот вопрос, относится, то и Писание относится только к Ветхому Завету. Другое дело, что уже в очень скором времени Новый Завет, книги Нового Завета начали называть Писаниями. Сравните, например, Второе Послание Петра, Третья глава, 15 и 16 стих, где Петр говорит о посланиях Павла и говорит, что некоторые их искажают, превращают, извращают, как и прочие Писания. Но, в общем, да, в первоначальном контексте, в строгом первоначальном контексте слово Писание относилось только к Ветхому Завету. Вот в том месте, о котором в вопросе идет речь. Идем дальше. На втором ряду у нас Алина и Саша. Давайте с Сашей начнем. Деяние 16 месяцев. После всего убийства мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывалось Господь благовествовать там. Автор деяния отправился в Македонию вместе с Павлом. А, я написала, что это истина, потому что автор деяния этого там. и мы видим, что... Как меняется повествование? Что происходит? Так? Ну, появляется мы. Мы — это, естественно, автор и Павел, потому что... Ну и, наверное, какие-то их спутники также. Да, значит, повествование... Мы и нас появляется... Начинается повествование от первого лица множественного числа. То есть он включается в повествование, он присоединяется к этой команде. Да, это истина. Вы не филолог? Не филолог случайно, Саша? Угадали. Угадали. Понятно. Да, значит, начинается выставание от первого лица множественного числа. Большое спасибо. И едем дальше. Следующий вопрос, Алина. Евреям, 10 глава, 12-13 стих. Этот же первосвященник принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Бога. С тех пор он ожидает того часа, когда его враги будут повержены к его ногам. Иисус победит своих врагов, а затем восядет по правую сторону Бога Отца. По тексту это истинно или ложно? Соответствует это тексту или нет? Ну, вообще соответствует. Ну, я не знаю. Вообще соответствует, но я вообще не знаю. Так, вы написали истинно или ложно, Алина? Ну, вообще истинно. Тут еще ссылка идет. Так. Вот, на деянии... Ссылка идет. Вот, ссылка идет. А на деянии что? Сейчас скажу, подождите. Сейчас, 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 сейчас. Разрулим, подождите. Мне хочется ссылку увидеть. Так, Юрием, первая глава, 13-й стих. Так, прочитайте, пожалуйста. Кому из ангелов когда-либо было сказано, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим? Значит, сядь по правую руку сейчас, пока я не повергну в будущем неким. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, Алина, на времена в русском синодальном переводе. Что сделал, что говорится об Иисусе? Вот два действия неких. Он уже воссел, а потом... И ждет, пока... Совершенно верно. Пока будут повергнуты враги. То есть, вот этот момент, когда он воссел одесной, оси воссел по правую руку, он уже произошел. Это не момент будущего, это момент прошлого. То есть, это уже свершилось, уже сейчас. И вот радостная вещь, сам я сказал, что Бог положит к ногам сына врагов. Так, Бог положит к ногам сына, который при этом уже... Восседает. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, это один из... Да, в общем, утверждение, которое здесь дано, по формальным соображениям, по формальным признакам, ложно. Из-за как раз несоответствия времен. Почему это, однако, важно? Важно это вот почему. А, видите, помните, мы говорили о деталях, кажущихся несущественными, неважными. Вот одна такая деталька, допустим, искажение времен, искажение того, как соотносятся различные события. И можно получить не совсем истинные, а и совсем ложные интерпретации. Именно поэтому на внимательность был вот этот вопрос нашей контрольной работы. Большое спасибо. И дальше у нас кто? Все, да? Дальше у нас все. Тогда давайте перейдем к Валерию. Валерий, пожалуйста. В Москве 222-229. Иисус обличает Холисеев незнанием Писания. Это истинно. Он им ясно говорит, не знаете Писания. Кому? Судукеем. Кому? Судукеем. Судукеем. Ведь он, помните, мы с вами об этом не говорили в предыдущем курсе. Это замечательная совершенно сцена, которая идет сразу после сцены с налогами. Когда Иисус обращается к Судукеем. Нет, говорили. Когда Иисус обращается к Судукеем. Судукеи при этом... Важно, что они Судукеи. Потому что они принимали только пять книг Моисеевых. Иисус аргументирует к ним на основании этих пяти книг Моисеевых. Судукеи при этом считали себя вообще людьми признанными или преданными Священному Писанию. Знающими Священное Писание. У нас меньше книг, но мы их знаем лучше. Потому что, собственно говоря, это единственные книги, которые стоит знать. Вот этих людей Судукеев, конечно, он обличает в незнании Писания. Значит, смотрите. Теперь представьте себе, что мы с вами, пасторы, люди, давно читающие Библию, на контрольной работе глотаем ошибки, причем фактические ошибки, называя их истинными. Такие мелочи вроде бы, да? Теперь представьте себе, сколько всякого и разного глотают наши прихожане в церкви во время проповеди. Причем иногда из наших уст. Причем глотают, не моргнув глазом. Да, это разговор с Судукеями, с фарисеями был разговор в другом. Был разговор о налогах. Фарисеи и Родиане там пришли к Иисусу. И там было важно, что пришли именно эти два, две группы людей. И едем дальше. Теперь у нас Эльвира и Ирина. Кто первый будет? Пожалуйста. 20.35. Во всем показала я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятствовать слова Господа Иисуса. Ибо он сам сказал, вложение давать, нежели принимать. Здесь цитируются слова. Я думаю, что это истина, потому что, несмотря на то, что прямой ссылки на эти слова нет, но как бы написано, что невозможно было записать все слова Иисуса. И поскольку мы верим автору деяний во всем, что он не пишет. И раз он написал, что это слова Иисуса, значит, будем на это верить. Да, значит, здесь ответ на этот вопрос на самом деле основывается или зависит от того, как мы относимся к авторитету Священного Писания. Если автор Священного Писания мог приписать Иисус какие-то слова, тогда тут можно поставить ложно. Но в прошлый раз, на прошлой неделе мы с вами говорили подробно о богодухновенности Священного Писания, о смысле богодухновенности Священного Писания. И если исходить из той позиции, которой мы с вами придерживаемся, как евангельские христиане, то истина. Тогда, правда, получается, что не все слова Иисуса записаны в Евангелиях. И это поддерживается, эта мысль поддерживается словами евангелиста Иоанна, о том, что если записать все, то весь мир бы не вместил книг, которые из этого получатся. Истина. И дальше, Ирина, пожалуйста. 1 Иоанна 4,8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Потому что Бог есть любовь. Да, а вопрос? Просто простой. Библия учит, что любовь — это и есть Бог. Любовь — это и есть Бог. Пожалуйста. Любовь всегда права, понимаете, потому что она Бог. Ирина, что написали? У меня истина. У вас это истина. А смотрите две фразы. Бог есть любовь и любовь есть Бог. В Священном Писании Бог есть любовь. Если понятия Бог и любовь имеют равный... Сейчас скажу, может быть, сложные вещи. Но уж простите, пожалуйста, да? Если эти понятия имеют равный объем, то есть когда мы нарисуем их кругами, они равны и они совпадают друг с другом. Вот они накладываются друг на друга, они совпадают. Тогда будет верно и то, и другое. Бог есть любовь и любовь есть Бог. Но не доказано, что они имеют равный объем, и не доказано, что эти круги совпадают. Поэтому фраза «Бог есть любовь» не дает нам права сделать вывод, что любовь есть Бог. Иначе из этого вывода получатся и другие. И вот конкретная проповедь, которую мне довелось слышать, ну, правда, в такой достаточно либеральной церкви, звучит она так, что... Да, проповедовалась эта, друзья мои, на День Святого Валентина. Такая, знаете, праздничная проповедь к такому новому празднику. И проповедовалась там так, что, возрастая в любви, мы с вами становимся подобными Богу. Мы с вами обожествляемся. Когда вы действуете движимой любовью, вы приближаетесь к Богу. И вы, действуя движимой любовью, можете не сомневаться, что вы правы. Любовь оправдывает все, потому что любовь и есть Бог. Вот к какой глупости человек приходит. Значит, в принципе, это значит следующее. Ты знаешь, если я тебя люблю или если я кого-то люблю, то, в общем, и ради этой любви я могу пойти на любые действия. Ну, я, не знаю, кого-нибудь могу оставить, кого-то могу предать. Но это будет правильно, потому что любовь все оправдывает. До какого-то момента с проповедником даже можно было согласиться, потому что, проявляя любовь, мы действительно проявляем атрибуты Божии. Но Богом при этом мы не становимся, мы остаемся. Любовь есть божественное качество, есть одно из качеств Бога. Но любовь не делает нас Богом. Точно так же, как, когда мы, допустим, едим яичницу, мы яичницей не становимся. Мы понимаем внутрь себя, но яичницей при этом не становимся. Вот. Опять мелочи, но они оказываются важными в конечном счете. Следующий очень сложный момент, очень сложный момент. И противоречивый, и как всегда, как всегда, нет, как сегодня вам. Пожалуйста, Псалом. Псалом 21. 21? Ой, сейчас, простите. 121, 6 стих. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Так. Утверждение. Если сегодня мы будем просить мира Иерусалиму, то мы будем благоденствовать. Ну, во-первых, мы поставили вопрос, во-вторых, мне кажется, все-таки, что это утверждение ложное. Обоснуйте, пожалуйста. Потому что книга Псалом, она поэтическая книга, но поскольку она Богодухновенная, то если просить мира Иерусалиму теперь, не знаю. Кто прочтет весь Псалом целиком? Да я его уже прочитал. Давайте я прочитаю. Слух, давайте. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходит колено, колено Господне. По закону Израилева славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давида. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящая тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих. Говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего. Желаю благо тебе. Первый вопрос. Стоит ли сегодня в Иерусалиме храм Божий? Стоят ли сегодня в Иерусалиме престолы суда? Прославляется ли имя Божие в Иерусалиме сегодня так, как пишет об этом псалмопевец? Нет. То есть это описание. Продолжает ли идти война? Да, продолжает идти война и мир Иерусалиму необходим. Можем ли мы и призваны ли мы молиться за Божий народ? Конечно, можем. Мы, конечно, призваны. Прежде всего, за покаяние Божьего народа. В каком месте Священного Писания один из известнейших новозаветных авторов высказывал свое страстное желание того, чтобы еврейский народ покаялся? Нет, это да, это Иисус. А вот еще кто-то из новозаветных авторов говорит о том, что я бы сам хотел, если бы можно отлучить, отлученным быть от Христа. Настолько он это хочет. Чтобы покаялись сродники моей по плоти. Да, он хочет покаяния. И, очевидно, он молится за свой народ. Значит, молитва за израильский народ? Да, очевидно. Но Священное Писание в контексте этого псалма не дает нам право утверждать, что есть некая причинно-следственная связь. Если мы будем молиться за Израиль, за Иерусалим, то мы будем благоденствовать. Даже грамматически. Просите мира Иерусалиму. Да, благоденствуют. Это не обязательно значит, что в этом случае мы будем благоденствовать. Это может значить так, чтобы благоденствовали те, кто любит Бога. Те, кто живут в Иерусалиме. Просите мира Иерусалиму, просите карту. Да, да. То, что я когда прошу, я прошу, да благоденствуют. Тоже филолог. Тоже филолог. Да, yes. Вот, совершенно верно. Да, значит, вторую часть этого стиха можно интерпретировать и как содержание молитвы. Но тут мы кое-что упираемся в некоторую такую неожиданную вещь. Дело в том, что достаточно много христиан, действительно пламенеющих, действительно желающих покаяния иудейского народа, христиан иудейского происхождения в частности, интерпретируют этот стих именно так, как здесь показано. Просите мира. Если мы хотим благоденствовать, мы должны молиться об Иерусалиме. Вот мы будем молиться, тогда у нас будет благоденствие. И бывают моменты, когда мы должны сказать другому христианину, ты знаешь, да, я люблю тебя как брата во Христе или как сестру во Христе. И я, мне есть чему у тебя поучиться, я вижу, как Бог в тебе работает. Но вот с этой интерпретацией конкретного библейского фрагмента я согласиться не могу. Ну и последнее, очень простое, тем более мы о нем уже говорили. Пожалуйста. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Значит, утверждение, корень всех зол – это любовь к богатству. Мы написали, что это истина. Да, любовь к богатству, любовь к серебру. Здесь просто-напросто сам стих говорит о том, что корнем является любовь к серебру, которому предались многие. Не серебро, но серебру предались, а любую. Субтитры создавал DimaTorzok